Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор монет, приобретенных на для пополнения собственной коллекции. Напомню, что данное пополнение я как-то уже анонсировал в одном из предыдущих тематических видео. На мой взгляд, пополнение довольно интересное. Кучу дырок я снова закрыл в своей коллекции. Напомню, что я являюсь погодовщиком и коллекционирую монеты по годам, по монетным дворам. И некоторым другим признакам. Также хочу напомнить, что пока что видео, посвященные пополнению коллекции, будут выходить в таком вот немного сжатом и простом варианте. Поскольку времени на обработку данных видео у меня, к сожалению, пока что нет. Начнем. Данное видео, не будем терять времени, с такой вот монетки британского Гонконга 1976 года выпуска. Достоинством данная монета в 5 долларов. Напомню, что британский Гонконг – это британская бывшая зависимая территория. В 1997 году данная территория была передана Китайской Народной Республике. И с тех пор она является особым экономическим районом. Ну, на аверсе данной монеты изображен профиль британской королевы Елизаветы II. Вот так вот, наверное, будет немного получше видно. Надо что-то сделать со светом. Вот такая вот монета. Далее. Такая вот простенькая австралийская монетка. Бликует она в довольно хорошем сохране. Поэтому блики такие идут. Австралийская монета 1979 года выпуска. Достоинством в один цент. Данную монету вы все, наверное, видели. Кому данная монета интересна, имеете ее, наверное, в собственных коллекциях. Также изображен профиль британской королевы Елизаветы II на аверсе данной монеты. Но напомню, что окончательную независимость от Великобритании Австралийский союз получил только в 1986 году. Да и сейчас, собственно, Австралийский союз входит в Содружество наций. И монархом Австралии является также монарх Великобритании. Вот такая вот простенькая монетка. Достоинством в один цент. Далее. Монета достоинством в один пенни 1901 года выпуска. Сохран был у нее заявлен несколько другой. Но сделаем скидку, поскольку она 1901 года. Все-таки ей больше 120 лет. На реверсе изображена сидящая Британия традиционная. А на аверсе изображен профиль британской королевы Виктории. Напомню, что королева Виктория управила Великобританией с 1837 по 1901 годы. То есть, данная монетка является последней отчеканиной в год правления данного британского монарха. Вот такая вот монета. Далее. Также монета достоинством в один пенни 1934 года выпуска. Сохран, конечно, получше. На аверсе монеты изображен профиль британского монарха Георга V. Напомню, что Георг V являлся, как я уже неоднократно говорил, двоюродным братом российского императора Николая II. Отсюда поразительное такое портретное сходство. Правил данный монарх с 1910 по 1936 годы. Вот такая вот монетка. Далее. Также британская монета. На времен правления британского монарха Георга VI. Правил данный монарх с 1936 по 1952 годы. Монета достоинством в пол кроны 1950 года выпуска. Такая вот монета довольно крупная и довольно интересная. Далее. Также монета с изображением британского монарха Георга V. Такой вот интересной формы. Монета британской колонии Straight Settlements. С достоинством в один цент 1919 года выпуска. Опять тоже отсвечивает. Не очень хорошо видно. Напомню, что Straight Settlements это колония Великобритании в Юго-Восточной Азии. На полуострове Малака. То есть на территории нынешней части нынешней Малайзии и Сингапура. Такая вот монетка. Ну и наконец. Вот такая вот монета с изображением профиля британской королевы Елизаветы II. Монетка достоинством в 50 центов 1955 года выпуска британских карибских территорий западной группы. В данный момент это современные островные маленькие государства в Карибском море. Не буду я их перечислять в данное видео. Вот такая вот монета. Скажу, что мы не все монеты рассмотрели из пополнения, которое сегодня ко мне пришло. В ближайшее время мы их с вами дорассматриваем. Ну а я всем желаю удачи в пополнении коллекции и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok